А этот молодой человек кто? Внук. Очень приятно. Ой, как я любил, когда дети приезжают. Это надо, надо и тропу-то показывать. Да, ну да, тропу надо. Так, ну ладно, представляйтесь, раз вы говорите, светились уже. Ну, зовут меня Василий. Василий. Да, я Сабакана. Сабакана. В этом питомнике уже не первый раз и приезжаю, даже не помню, третий, четверки. Ого. Беру просто, беру себе, беру друзьям, советую. Так. Просто купил домик в деревне. Хотел там заложить. Какая деревня? Идеринский район туда, Новоберезовка. Идра. Ну, вообще там Сибирь. Там Сибирь. Попробовать стоит. Может быть, что-то будет. Я хочу тут посадить яблами. Абрикосы я здесь посажу, а яблами здесь. Ну, я яблами туда. Так, вот смотрите, молодой человек, как Вас зовут? Матвей. Сколько Вам лет? Одиннадцать. Господи, он просто нас с Вами обогнал. Да, сорок пятый размер обуви. Ну, кстати, вот я всегда, вот это будет мужик. Потому что сейчас дети пошли. Мелковатый. Мелковатый, да. Мне это не по себе, значит. Это так. Смотрите, что я заметил. Даже сейчас, приехав в этот сад, Вы не вылезете из этого, из телефона. Правильно? Я это. Ну, да, да. Это это. Я еще хотел показать мини-пилу эту. А, тогда по делу. А то я думал. Ладно, тогда я Вас прощаюсь. Смотрите, сейчас мы тут с Вами небольшой фильм. Подойдем к Шелковице. Угу. Дело того, что Шелковице здесь по-редкости, необычайно. Вот, можно сказать. Да. Ну, я знаю, поэтому... Потом второй небольшой фильм. Я Вас отведу на тот участок. Чем-то угощу. А это будет рекламный фильм. Это мои рекламные уши. Я смотрю... Торчат. Так. И еще. Вот это моя внучка. Это Ваш внук. Лера, почему не торгуешься? В чем дело? Я что, за тебя должен? Ну-ка, иди сюда. За твое будущее. Иди сюда. Показывай, что у тебя есть. И давайте, ну, прямо отсюда глянем. Тут и это... Ты вставай, иди. А вот... И стесняюсь все сказать. Такое богатство стесняюсь. Так. На чем по порядку? Вот эта Шелковица им два года будет. Согласитесь, что, учитывая, что они какая-то корневая... О, Господи, я вас заговорил. Выращенные на собственных корнях, то есть укоренением. Согласитесь? В тени, заметьте. В тени, да. Вот. Смотрите, какое чудо. Это высший класс. Это значит, саженцы абсолютно здоровы. Поищите дырки, поищите последние болезни. Нашли? Нет? Нет. И не найдете. Вот. Теперь обрезку делаю я, Сергей Валерьевич. Я режу беспощадно, ты знаешь. Вот. А человек уже тут бывал, он не станет обижаться. Не-не. Нет. Я знаю это все. Кухню. Так. Ладно, теперь. Теперь, теперь, теперь. Господи, и почем ты это чудо продаешь? Это мне супруга, я даже не в курсе. Сколько она сказала? Да, по-моему, по две. Ну, она того стоит. Это самая стойкая в мире Шелковица. Вы в саду рекордсмене. Ладно, идемте сюда. Это вам бы копыт, режу я. Вы согласны? Да. Наоборот, даже я как бы... Так, теперь. Вы были хоть одну книгу покупали? Когда я был, их не было. А сейчас просто бюджет у меня ограничен. Я поэтому, как бы, я полистал хорошие книги. Потому что одно дело смотреть фильм ваш, а другое дело, когда можно назад отлистать, перечитать, допустим, в какой-то моменты. Ну, вот эти. Ну, интересные. Но, но... Беззарь, да. Ну, смотри, в таких случаях это. Вот эта вот книга 100-рублевая, это торгует Лера. Лера торгует. 100-рублевая? 100-рублевая. Вот это вот. А, вот эти маленькие? Да. А большие сколько? А эти по полторы, вот эти. По полторы, полторы. Да я все понимаю, не это. Нет, нет, я просто... Лера, я что за тебя должен торговать? Нет. Давай, ну-ка, вспоминай. Это 5500. Так. Это по 300, это тоже по 1000. Так, диски по 300 рублей для вас не по карману? Нет, мне просто диски не интересны. Я бы книжку взял, но я книжки... Ну, ладно, это... Я хотела книжки вернуть. Лера, покажи, что... Смотрите, я весной приеду, приеду за... Засаженцами ничего, и тогда я книжку приобрету буду. Ладно, Лера, ну, шанс есть 100-рублевую продать. Покажи человеку. Давай, 100-рублевую возьмем. Что я за тебя должен это? Я тебя из человека делаю, современного, который в этом мире не пропадет. Ну. С автографом давай тогда ездить. Тогда с автографом. Да. Спасибо. Да вот тогда давай ручку кто-нибудь. Вы или вы. Сейчас пересу. Сейчас пересу. А у вас есть ручка? Нет, ручки. В машине есть. А это, знаете как, небольшая рекламная пауза. Мне без этого не прожить. Да нет, я понимаю, прекрасно понимаю. Я к этому отношусь нормально. Знаете, чтобы вот эта книга, ладно, в этой мягкой обложке. У них же, знаете, как дорогие, чтобы это... Я знаю, сколько это печатать. Поэтому, вы думаете, 500 рублей, тысяча 500? Нет, нет, нет. А еще есть редактор, который половину денег. Это знаете, когда я был в прошлом году, не в прошлом, 5 лет назад, Приезжали к вам такие два мужа-женой с Алтая. Такие все в этих... Какой-то костюм у них такие интересные были. Не помните такие? Они у вас еще ночевать оставались назад. Так, так. Помните? Ну, сказать честно, не помню. У меня в десятки, сотни гостей. Да. Теперь поменьше, а было каждый день. Даже зимой. Так. Сегодня, кстати, у меня... Сегодня в десятое. Сегодня у меня вебинар. Может, успеваете, может, нет. Перенес на воскресенье. Так, ну ладно. Так, и это, мне еще пьет, это самое, прям эти деньги, дайте ей в руки. Она так радуется всегда. Я понял. Девчонка, она это... У меня сегодня 200 рублей уже собрала сливу. И уже, знаете, в тот раз она продала все. Ну, каждый... Знаете, что такое? Когда ребяток радуется. Так, ну мы сейчас обрезку делать будем. Вот. Обрезку делать. Так. Так, так, так. Секатор. Господи, господи, секатор. У меня где-то пакет есть? Да я за такую я. Хороший. Нет, у меня есть такой, это, смотри. Ну, я не скажу, что он. Так. Так, 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 так. Ну вот, будешь читать. Будешь там в деревне садить теперь. Ах, ты ее послал за секатор, а она по-моему не расширена. Деда, секатор не систь. Так, торговля продолжается. Деда, дай аккуратно. Так, ну вот, смотрите. Папа. Я начинаю обрезку. У вас нервы в порядке? Хотя в горшке, в горшке третью часть отрезаю. Чуть выше почки. Раз. Много. Много отрезал? Я заберу. А не с горшка. Переда, перейди зима. А не с горшка. Ну и что, перейди зима. Так. Их две. Обе оставляем. Никаких обрезок на кольцо, никаких полных отрезаний. Чтоб тут раны не было. Просто вот это вот так оставляем. Пусть себе тоже растет. А это будет одна, одна из боковых веточек. Я ей помогаю. Вот. И смотрите внимательно. Вдруг вот молодой человек станет этим. Достоящим. С садоводом. Да, с садоводом. Садоводом. Делаем. Соберем это потом. Так. Я надеюсь, видно то, что я режу. Так, теперь. Вот это самый крупный. Смотри. Сережа, он имеет вид двухлетки. Но, возможно, однолетка привитая на двухлетку. Двухлетний подвой. Двухлетний подвой. Смотрите, что получается. Вот это вот высшее качество. Почему? Двухлетний подвой. Прививка у земли. Улучшенный капулировкой. Рана небольшая получается. Вот здесь конец торца. Вот. Прививка. Вот он. Вот это вот. Вот это вот есть прививка. Вот это. Есть вот она такая. Вот. Длине какой прививка. Вот. Великолепно срослось. Почему, говорит Великолепно. За один год она дала приросты двухлетки. Все качества двухлетнего подвоя передались в прирост. Сразу. Он как бы двухлетний, потому что у него уже полный скелет сформирован. А теперь поищем цветочные почки. Вот. Вчера или позавчера с Андреем также продавали. Вот. И там были четкие цветочные почки. А это еще и от породы зависит. Так. Ищем. Не, ну если их нет, то лучше. Лишний год дать им на развитие. Это очень важно. Поэтому вам повезло. Но я иногда хвастаюсь, что этим нет. Вот. Тот раньше, который человеку продали, точно такой же, но с почками. Там их сотни было. Он раньше заплодоносит, но он меньше развиваться будет. И то хорошо, и то плохо. Теперь наоборот. Тут плохо, что это. А то хорошо. Поняли? Поэтому тут надо не воспринимать как должное. Я в этот, как его. У меня там в прицепе, я... Поэтому не обязательно там этот... Опа. Я плохо показываю. Я режу хорошо, а показываю плохо. Вот так вот. Ну что. Мелкие я не трогаю. Вот меньше ран будет. Крупные я обрезал. Осталось замазать все это. А кто замазывает, Сережа? Владелец. Мы с ним уже договорились. А, привезет без замазки? Да. Потому что... Ну, у нас вар такой салон нет. У абрикоса есть такое свойство. Не успеешь выкопать, только выкопал. Лися сразу опускает. Да, да. Мгновенно. Как чувствует, что это... Пересаживает. Теряет связь с почвой. А потом они поднимутся, никуда не денутся. Ну вот именно он сразу. Сергей, а Сергей, да я там у меня прицеп буду, поэтому не надо его... Вот эту вот, может быть, снять пора. Да, она забудется. А, это название... Это... Королевский. Ух ты. У меня за... На тебе этим. Аккуратно. Подсыпите. А я хочу показать какую-то... Точку. Этот королевский, королевский. У меня в таком месте удачном. Где-то он за год вырастал. Где-то мета полтора. Так. В год вырастал. Вот точка. Он портит саженцы. Да он саженцы не будет. Сейчас, секунду, это... Вот точка, которая показывает юг. И если бы она была бы без земли, эту точку нельзя закапывать. То есть это корневая шейка под этой точкой. Так, а теперь говорите, я услышаю. Садила бы королевский, королевский. За год у меня на таком хорошем месте, он у меня за год где-то на полтора метра вырастал. Ага. Ну, пока не вырос. Пока не вырос. И потом столько абрикосов, столько, что... Ну, не знаю, куда девать. Не, вы серьезно говорите? Серьезно. Я надеюсь, вы не подумаете, что вы заслужили казачок. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я вот 5 лет назад снимали я, поэтому тоже делали обрезку. Поэтому даже на видео, наверное, можно найти, какой я все брал. Ну, я сейчас не найду. 4 тысячи с лишним фильмом. Ну, можно, да. Вот. Я сейчас сам не найду себя. Ясно. Пытаюсь. Так, ребенку 100 рублей дали? Да, конечно. Ой, это такое счастье. 100 рублей дали. Она так радуется. Сегодня заработала 200 рублей, полбедра слива собрала, мелкая, на подвой. Ну, вот еще книжку продала, вот еще. Да, вот. А иначе я считаю, что детей надо так воспитывать. А то учись, сынок, а то всю жизнь работать будешь. Знаете, я поковарку. Учись, работать будешь. Так, ну что. Так, теперь, Сережа, а это шелковицу сам обрежешь? Вот они договаривались. Обрезать так обрезать не нужно. Так, давайте тогда сюда поближе, на видное место. Нет, нет. Тут сильнее надо резать. Загибаться лень, да? Нет, нет. Дело в том, что она без горшка. Вот эти листья. Доча. Давайте так. Если вы их оставите, я их заберу на чай. Но если вы их заберете, это ценнейшая в мире вещь. Это я говорю, которого диабет называется. Мне бы интересно один листочек так. Да какой один, вы не поняли. Вы купили. Это ваше. Нет, нет, нет. Я понял. Если вы хотите оставить себе, кури. Нет, у меня же здесь полно этого. Ты еще раз больше. Я просто пример говорю. Если че скажет. У меня диабета нет, и мне это не надо. Я все равно использую как на чай. Я... Так. Ну, в общем, вы поняли. Все идет в дело. Это часть на снижение сахара в организме. Нет, отлично. А вы не знали? Нет. Так правильно. А где в Сибири шелковица? У кого? Ну-ка. У меня теперь есть. А, теперь вообще и у вас. Вот. Вот так вот. Ну что, хорошо мы вот этим разобрались. А вы откуда взялись? Как откуда? Мы с Мурятом тут живем. Мы были уже у вас. Они говорят, пятый раз. У них завалились абрикосы в наших. Вот сейчас их показывал. И уже не помню. Я, Александр. Так, ну что, будем снять первую серию законченную? Будете сниматься? Нет. Тем более законченную. Все. Мы закончили первую серию. Потом тогда их и, может быть, вас я отведу туда, угощать буду. А, вы меня обещали угостить. А сейчас, сейчас вы грузитесь. Так.